Выставки, ярмарки, хендмейд творчества или так называемые маркеты обычно проводятся в преддверии крупных праздников. Впрочем, в последние годы тема стала настолько популярной, что возникла необходимость проведения тематических маркетов. Этот, например, посвящен экологическому образу жизни в условиях мегаполиса. Вижу, как откликаются люди на то, что здоровье очень важно, вообще экологический подход ко всему. Поэтому так получилось, так сложилось по счастливым обстоятельствам, что вокруг действительно люди, которые разделяются на эту идею. Челябинск, как никакой другой город, к этому очень откликается. И, видимо, из-за того, что у нас плохая экология, у нас люди пытаются чем-то другим компенсировать. Это очень здорово, потому как сегодня все начинают что-то делать руками. Это, конечно, такое удивительное пространство, где можно находить новые знакомства и новые какие-то контакты. Самое главное – вдохновение. Ты получаешь прямую реакцию. Это самое ценное, что можно взять с маркетинга. Согласно закону жанра, свои товары в пространстве маркета обычно представляют сами производители, которые в курсе всего технологического процесса. Собственно, как наши тарелки вообще были изначально созданы. Когда дочь пришла, я сказала, я хочу себе деревянную тарелочку в виде кошек, потому что я люблю кошек. Родилась кошка, и дальше уже пришел сын, что он любит медведей. Пришли друзья, и родилась уже коллекция. Я делаю фигурки, игрушки из льна и хлопка. Самое главное в этой кухне, что она сделана полностью из растительных материалов. Сейчас очень большой ассортимент вообще всякой одежды, всяких товаров. И люди начинают, ну как, пресетились, мне кажется, вот всем. Вот, поняли, что недорого, и все это есть, но это некачественно. И сейчас начинают заботиться о своем здоровье. Хотят, наверное, гармонии какой-то с природой, душей, здорового тела, хорошего самочувствия. Подобного рода бизнес обычно появляется как хобби. Первыми клиентами становятся друзья и знакомые. Эко-продукты, косметику и одежду редко выпускают большими тиражами. Считается, что органическая тема в промышленности не может быть раскрыта на все 100%. Многие большие корпорации стали действительно задумываться, переформулировать какие-то товары, формулы, но, к сожалению, не до конца. Это такое greenwashing, есть такое даже понятие. То есть, когда кто-то за что-то зеленое или такое эко выдает, на самом деле продукт таковым не является. Вот, поэтому здесь мы стараемся тоже тщательно отбирать. Все больше людей становятся неравнодушными к здоровому образу жизни. А значит, эко-тренд, который волнует большинство жителей цивилизованных стран, добрался и до нас.